4. Движение Тнуада Амусар. 5. Развитие этого течения шло в направлении интроспективной психологической чувствительности, то есть прежде всего человек анализировал себя, чтобы упорядочить свои взаимоотношения с другими людьми. 6. Следовало задаться вопросом, почему я не должен быть гордецом, не должен придираться к другим? 7. Возноситься над ними, а также найти в себе слабые стороны, недостатки, чтобы постараться уравновесить гордыню и заносчивость. 8. Раби Исраэль Салантер говорил, что во взаимоотношениях люди чаще всего заботятся о духовных потребностях. 9. Должно же быть наоборот. Не воспитывай другого, воспитывай себя, а заботься, если ты уж так хочешь, о чьих-то материальных нуждах. 9. Не спрашивай голодного, почему он не работает. Накорми его, а выводы делай для себя. 10. Поначалу такое учение вызвало довольно крупный спор в ортодоксальном лагере. Основной причиной спора явилось утверждение раби Исраэля Салантера о том, что следует значительно изменить формальный образ жизни в еврейской общине. 11. Отныне каждый еврей, занимаясь постоянным изучением Торы, должен посвятить какую-то часть своего времени и изучению традиционных трудов по этике. 12. К примеру, одной из этих книг может быть книга Кохавей Ор, раби Исраэля Салантера. 13. Суть нововведений заключалась в том, что в каждой общине должен был быть создан специальный бейт-гамусар, дом, куда бы приходили заниматься именно этическим самосовершенствованием и ничем другим. 14. Недостаточно, что в общине имеются ешива, синагога и бейт-мидраж. 15. Есть место для молитвы, есть место для изучения талмуда, должно быть и особое место для занятий вопросами этики. 15. Впоследствии в ешивах были назначены смотрители, мажгиахи, в обязанность которых входило присматривать за учениками, чтобы они действительно учили. 16. Это тоже вызывало споры. 17. Не только ученики были против таких дисциплинарных мер, но и многие раввины, главы ешив считали, что приближаться к безусловно важным этическим знаниям таким путем нельзя. 17. Изучающий Тору осваивает все вместе – законы, правила поведения, этические нормы, философию, еврейские духовные основы и т.п. 18. Естественно, Метнагдим восприняли это как новый хасидизм. 18. Но благодаря организаторским способностям ряда влиятельных основателей ешив и несмотря на крупные разногласия, уже в первых десятилетиях XX века большинство ешив, существовавших в Европе, относились к Тнуат-Гамусар. 18. Но вот что важно. Упор был сделан не только на этическую чувствительность, но и на этически выдержанный характер поведения. 19. Раби Исраэль Салантер и его ученики считали, что не следует пренебрегать естественными тенденциями души. 20. Например, то, что человек в основе своей хочет быть уважаемым человеком – это естественно. 21. И тем более естественным для человека должны стать самоанализ и самокритика, достоин ли он требовать почета от других. 22. Большинство евреев и в черте оседлости, и вне ее, из-за бедности и нищеты одевались намного хуже не только интеллигенции, но и живущих в окрестностях крестьян. 23. Уже к концу XIX века в Восточной Европе среди евреев, в основном отошедших от традиционного образа жизни, было довольно много гимназистов, студентов, врачей, выпускников университетов, выбившихся в инженеры. 24. Наиболее состоятельные из них учились не в российских учебных заведениях, а на Западе, в Берлине. 25. Они приезжали на каникулы домой и в небольших местечках отлично знали, кто доктор, кто инженер, а кто революционер. 26. Вот зарисовка из известного романа Шалома Лейхима «Минахем Менделе», герой которого в жизни занимался многими ремеслами, в том числе сватовством. 27. Традиционно мальчиков отсылали в Хедер, в Талмуд Тойре и в Ешиву. 28. Для девочек не было Ешив, и те, кто мог, приглашали для них частных учителей-репетиторов. 29. Их учили французскому и гренофортепьяно. 30. Выходило так, что дочки богатых и среднего достатка евреев были более просвещены и намного более современны, чем молодые люди. 30. Когда такую барышню спрашивали «Кого бы ты хотела в женихи?», она отвечала «Студента». 31. Неважно, что ее отец не был и не будет студентом и вообще еле-еле говорит по-русски «Какой уж там французский?» 31. Она хотела только студента. 32. Именно «Быть как студент» стало критерием, синонимом уважаемого человека. 33. И в основной части Ешив, Тнуад, Гамусар решили, что для того, чтобы изучающие Тору котировались не менее, чем студенты, они должны быть одеты также. 33. Сноска. И сегодня мы видим различных религиозных людей в Иерусалиме, в Бнейбраке и в других городах, не только нашей страны, в пиджаках и широкополых шляпах последней моды 30-х годов 20-го века. 34. Была мода, когда были узкополые шляпы. И в галстуках, и даже в самые жаркие дни. 35. Так ходили студенты в Европе, в Польше и в Прибалтике. 36. Обычно после женитьбы они отпускали бороду. 37. Речь идет о так называемом течении ученики литовских ешив, не хасидских. 37. Хасиды ходят в более длинных одеждах. Это тоже последняя мода, но середины 19-го века. 38. Конец сноски. 39. Кроме того, в начале 20-го века почти во всех ешивах движения мусар было принято изучать русский язык или немецкий в Прибалтике, читать литературу и не только одеждой походить на студентов, 40. Но и общим образованием, хотя большую часть времени ешеботники отдавали изучению Торы и еврейских наук. 39. Пятое. 40. В Тнуат-Гамусар было несколько ответвлений. 41. Одно из них базировалось на принципах пренебрежения внешними атрибутами. 41. Исходя из тех же принципов самоанализа, той же внутренней душевной скромности, его представители считали, что если каждый будет одет как студент и будет уважаемым человеком, то как же он будет скромным? 42. Значит, рассуждали они, человек должен сам ставить себя в такие обстоятельства, чтобы его унижали, а он бы выдерживал это, чтобы быть скромнее. 43. Это течение было основано в небольшом городке Новгородок. 44. У его истоков стоял Раф Йосеф Юзл Горовиц. 45. Целая сеть ешев этого направления, существовавших подпольно, действовала с огромной самоотверженностью в годы революции во время Первой мировой и гражданской войн. 45. В них существовало явное пренебрежение к житейским мелочам, к обиходному комфорту. 46. И вместе с этим пренебрежением к себе был почти революционный накал пренебрежения к мелочам жизни, к мелкобуржуазным ценностям. 47. Только изучение Торы, только преданность вере, все остальное неважно. 48. Как я выгляжу, во что одет, что обо мне скажут, где я еду в поезде, в товарном вагоне или на крыше. 48. Такой ешеботник более походил на революционера-анархиста, чем на студента-буржуа. 49. Обычно те, кто это течение не принимал, считали его крайним. 50. О его приверженцах рассказывали, например, такое. 51. Чтобы показать, что любая насмешка их не страшит, они могли войти в аптеку и попросить гвоздей. 52. На них показывали пальцем, говорили, что они неучи, невежды. 53. И они все это принимали, чтобы укрепить в себе чувство уверенности в проведении Всевышнего. 54. Нужно полностью доверяться Ему, ведь человек не решает свою судьбу. 54. Они уходили в другие местечки, в другие общины. 55. Не говоря ничего, приходили в синагогу, садились и учили Тору. 55. Что будет с едой? Что будет с ночлегом? 56. Верь во Всевышнего. Если Он захочет, все будет. 56. Если Он не захочет, все равно тебе ничего не поможет. 57. Если кто-то спрашивал их, кто они и откуда, голодны ли они, значит, все в порядке. 58. Если никто не подошел, сиди и продолжай учиться. 58. День, два, сколько надо. 59. Но говорят, что некоторые из них наказывали друзьям. 59. Если через четыре дня я не вернусь, ищите меня там-то. 59. Посмотрите, не умер ли я с голоду. 60. Об одном из таких учеников рассказывали, что во время гражданской войны 60. Ему потребовалось пересечь линию фронта между белыми, красными, зелеными. 61. Конечно, он был без билета. И, конечно же, его схватили. 61. Кто ты такой? 62. Янкель или Гиршил, неважно. 63. Никаких документов нет. 63. Офицер патруля достает револьвер, а тот стоит ухмыляется. 63. Чего ты усмехаешься? Я ведь тебя сейчас убью. 64. Если Всевышний решил, что здесь будет мой конец, я его принимаю. 64. Если нет, ничего тебе не поможет. 65. Офицер говорит. 65. Ты сумасшедший. Отпустите его. 66. Ну вот, видишь, я же говорил. 66. Если это не мой конец, значит, это не мой конец. 66. И неважно, как ты меня назовешь, сумасшедшим или как-то еще. 66. Разразившийся в период Первой мировой войны кризис секуляризма, отхода от религиозной традиции, не обошел и выпускников новгородской ешивы, один из которых через несколько десятков лет, встретив своего товарища по учению, сказал. 66. Ты видишь, я уже не исполняю заповедей, не придерживаюсь обычаев и традиций, но вкус греха у меня отбили. 67. Что бы я ни делал, я все смотрю на себя и говорю, ах, какой я несовершенный. 67. С учением вошло в меня понимание, все, что я делаю, от моего несовершенства. 68. Описанное движение было последним по времени новшеством в ортодоксальной общине конца 19-го, начала 20-го веков. 68. Субтитры создавал DimaTorzok